Вот эта дорога на село Успенское стала предметом спора. Долгое время она была в непроезжем и непроходимом состоянии, но с помощью проекта ППМИ, казалось бы, удалось решить данный вопрос. Ее ремонт произвели в щебеночном исполнении, но перед приемкой работ начались споры. Давайте мы возьмем эту смету, которая у вас есть, и проанализируем. Щебень в этой смете заложен по 552 рубля. Реально стоимость его минимально 1200. В смысле? Подождите, подождите. 552 рубля стоит. 400 рублей он стоит на карьере. Правильно, и 800 привезти. Общая стоимость проекта – 1 146 666 рублей. 902 тысячи – областная субсидия. По 114 тысяч вложилось население и городской бюджет. Спонсоры дали 15. Работы подошли к концу, а у местных жителей накопились вопросы. Мы обсуждаем эту тему, и все говорят то, что денег столько, сколько было выделено, не вложено сюда, на эту дорогу. Изначально, когда сыпали песок, песка было здесь насыпано, тут не насыпано, тут насыпано. Его потом ровняли, разровняли. И то есть он не был. Слой удержан столько, сколько он должен был выдержан. Этого слоя не было. Нас никто не оповестил, что будет проверка дороги, то, что сдача дороги. Я не знаю, все жители, и мы в том числе, говорят, что технологии не выдержаны. Сделать нормальную, качественную дорогу в асфальтовом покрытии, понятное дело, за такие деньги не получится на таком протяжении. Поэтому было, видите, принято решение сделать в чемпионочном исполнении. Весь комплекс работ выполнили, прогридировали даже. То, что не было даже заложено в смете, то есть какой-то профиль нарезали. Это самое сделали. Основание песчаного щебень заложено было одной фракции. Одной фракции не делается щебень, это камень. То есть между камнями есть, ну элементарно, вы это понимаете, что есть пустоты, которые ничем не заполняются, заполняются более мелкой фракцией. К сожалению, это не было предусмотрено. Мы пошли навстречу, значит, по желаниям. Вот я дополнительно привез щебень более мелкой фракции. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Понимаете, тысяча людей, тысяча мнений. Основная претензия местных жителей состоит в том, что толщина слоя щебня меньше той, которая должна быть. В свою очередь подрядчик тоже имеет претензии к тем, кто игнорирует требования объезда на период ремонта дороги. При проезде этими машинами неукатанный щебень, он на колесах поднимается обратно. Себеночные дороги требуют своей технологии эксплуатации. Нужно регулярно производить бот. Подсыпку, грядирование и так далее. Безназа дорога проходит, указатель стоит на въезде, знаки там запрещающие стоят. Но однако есть. Эти споры велись на так называемой предприемке объекта. Комиссия предварительно оценивала масштаб и качество выполненных работ. Сейчас мы претензии слышим в адрес этой подрядной организации, что вот тут некачественно, а где на протяжении этих двух с половиной месяцев было население. Поскольку инициатором проекта было именно население, то есть население должно курировать данную работу. Почему тогда не вышли с претензией в тот период времени, когда смета составлялась, а выходите сейчас? То есть это тоже, я считаю, что некое, ну может быть, недоразумение, может, со стороны населения у нас, непонятие, что ли. Здесь как раз пример того, когда взаимодействие населения подрядчика администрации затруднено. Технадзор обязал подрядчика досыпать щебень до уровня обозначенного в смете. По предварительным данным, акт приемки объекта жителями подписан. Представитель фирмы «Свобода строй», которая осуществляет технический надзор, по телефону прокомментировал, что замечания к выполнению работ имеются, но от других комментариев отказался.